Так, коллеги, приступаем. Время как раз пришло. У нас очень много сегодня интересных докладов. Пожалуйста, просьба докладчиков занять свои места в президиуме. Ну, время у нас всегда не хватает, поэтому я начну, наверное, нашу секцию. Наша секция интересная, ну, для меня она всегда интересная. Это фундаменты высотных зданий. И я хочу сказать, что мы уже 7 лет проводим эту секцию. Это первая секция, которой мы 7 лет, хотя 10 лет уже форума 100+. Вот, Владимир Ильич Травош, кстати, присутствует здесь. Кто не знает, кто такой Владимир Ильич Травош? Есть такие? Участник строительства Останкинской башни. Главный конструктор Москва-Сити. Главный конструктор строительства Лахта-Центр и других Лахт. Можно так пока? Маленький секрет расскажу, да? И причем, что интересно, вот этот человек почему-то влюбился в нашу геотехнику. И практически, когда он бывает здесь, он всегда участвует в наших геотехнических секциях. Потом мы его по этому поводу попытаем. Вот, но с другой стороны, я хочу сказать, что, в общем-то, друзья, 7 лет уже фундаменты высотных зданий здесь проходят. И защитилось из тех, кто участвовал в фундаментах высотных зданий, 4 докторских диссертации. И сейчас еще 2 докторские диссертации на подходе. В этом году будут защититься. Итого 6 я предлагаю в следующий год все-таки вложиться и сделать, ну, чтобы 8, это самое, 8 год и 8 докторских диссертаций. Кроме этого, значит, постоянный участник нашей секции, тот, который у нас постоянно, значит, мы давали задачки, лет 5 назад дали задачки по поводу консолидации, расчета осадок, высотных зданий в Сетуни, и порядка 7, значит, решений было, мы получили. И одно из лучших решений Елизавет Тарганович Берсояпов. И до сих пор его решения одерживают победу. Значит, каждый год мы проверяем, сравниваем результаты осадки с результатами мониторинга. И в этом году у нас присутствуют наши китайские друзья. И мы, наверное, их тоже попросим, чтобы они посчитали осадки, и мы потом будем сравнивать, кто же сильнее, расчетчики российские или китайские. Гонг. Окей? Договорились? Вот, значит, это как бы два, значит, ну и, в принципе, мы, да, Елизавет Тарганович, я вам, я сказал, что он сейчас, в том числе, благодаря вот своим уникальным расчетам, сейчас избран в этом году, по-моему, да, а, в прошлом году в Академии наук. Поэтому давайте его поздравим тоже с этим избранием. Так, ну и сейчас мы начинаем, так, будьте добры, первую презентацию, геотехнические вызовы. Так, мы начинаем нашу презентацию, тема называется «Геотехнические вызовы». Что такое геотехнические вызовы? То есть это то, что сейчас стоит перед геотехниками. Это те задачи, которые насущные есть, и которые в срочном порядке нужно решать. У нас доклад совместный, совместно с Владимиром Ильичем Траушем. Значит, и мы доклад построим таким образом. Я буду эти геотехнические вызовы обозначать, а вице-президент Академии наук будет говорить, как же все-таки, по его мнению, эти вызовы решать. Договорились, Владимир Ильич? Попробуем. Хорошо. Так, какие же это геотехнические вызовы? Первое, это геотермальные сваи, то, о чем мы говорили, то, что я просто задавал. Предельные осадки фундамента, качество отбора образцов, то, что мы тоже уже обозначали, и глинистые грунты. Как строить фундаменты, и можно ли вообще строить фундаменты высотных зданий на глинистых грунтах. Ну, первое, это геотермальные сваи. Значит, геотермальные сваи, в принципе, я не буду вам рассказывать. Мы используем энергию, значит, которая закачивается, тепло закачивается летом в грунт с помощью системы, трубочек, которые находятся на поверхности и идут, значит, в грунт. А зимой мы эту энергию забираем для того, чтобы утеплять здание. Вот такая система. И видите, у нас как, вот справа, это температура кумулированного тепла, который получается из грунта. Для этого в сваях специально оборудуются трубочки. Такие же трубочки оборудуются в стене, в грунте, для того, чтобы можно было через них пропускать холод. Значит, в настоящее время в Европе, значит, практически запрещено строить высотные здания без устройства вот таких зеленых технологий. У нас тоже сейчас идут попытки применения этой зеленой технологии. Да, Владимир Ильич? Да. И мы должны, те вызовы, которые у нас сейчас есть, мы должны быть готовы к этим вызовам. Значит, ну вот, кстати, пример Франк Урдамайни. Значит, за счет того, что, значит, применили такие трубочки, порядка 500 киловатт можно использовать. Ну вот мы посчитали, 1,2, 2 мегаватта можно использовать для строительства Лахта-центра. Какие в этом случае необходимо выполнить исследования, они показаны здесь у вас. Это изменение усилий в сваях, изменение сопротивления грунта по боковой поверхности, изменение деформационных характеристик, изменение прочностных характеристик грунта. Ну и все это имеется в виду в результате изменения температуры и изменения ползучести. Вот здесь показаны усилия в сваях, которые возникают. Значит, А – это просто в результате нагрева, В – это в результате нагрева и приложения нагрузки. Видите, как меняется усилие в результате действия температуры. И, конечно, в расчетах мы это должны учитывать. Значит, это при нагреве, и снизу два графика – это при охлаждении. То есть у нас совсем другая работа получается свай, если мы их нагреваем или охлаждаем. Причем, если свай, чем длиннее свай, тем более серьезные усилия могут возникать в этих сваях. Следующее – это изменение несущей способности свай. Значит, вот здесь показаны из статьи графики. Вы видите, что изменение, значит, при изменении температуры от 15 до 56 градусов, у нас несущая способность, ну вот если привести при перемещении в 2 см, она меняется где-то от 1300 до 2700. До 1700, то есть полтора раза у нас меняется несущая способность свай, если изменяется температура. Следующий график – это вопрос, связанный с ползучестью. Вы видите, вот исследования были в 1974 году опубликованы, Голостян и Мещан провели исследование. Здесь показано, что, значит, коэффициент ползучести, вот, и, значит, он меняется, вот если посмотреть, допустим, 36 дней, где, в общем-то, выходит на стабильную кривую, от 0,02 до 0,30 практически, то есть тоже в полтора раза коэффициент ползучести меняется. Вот, и в связи с этим, вот этот вызов, который есть, поэтому одна из таких тем, которые сейчас нуждаются в исследовании, это тема связанная как раз с влиянием температуры и на деформационные характеристики, и на прочностные, и на ползучесть, и на несущую способность свай. Прекрасная тема. Сейчас эту тему мы даем нескольким аспирантам, и, в принципе, это тема докторской диссертации. Я думаю, что в ближайшее время, значит, она будет рассмотрена, потому что много вот позиций, которые необходимо совместно решить, эта задача нуждается в решении. Значит, ну, я хочу сказать, что, в общем-то, НИОСП открыт для молодых, одаренных инженеров, которые готовы в области геотехники работать, поэтому, если есть желание, если есть способности, если есть, значит, любовь к геотехнике, если нет, мы эту любовь привьем, вот, обращайтесь, мы рассмотрим ваши кандидатуры. Следующий это вопрос с предельными осадками фундаментов. Значит, мы в свое время, когда писали СП-467, это здание комплекса высотной, норма проектирования, поставили следующие предельные значения осадок. Для зданий до 200 метров 20 сантиметров, для зданий выше 300 метров 10 сантиметров. А почему с увеличением высоты мы уменьшаем осадку? Казалось бы, наоборот, очень сложно, давайте увеличивать осадку, сложнее проектировать, это самая большая нагрузка, надо, наоборот, увеличивать осадку. Это связано с тем, что у нас, значит, есть значение предельного крена, и вот эти значения предельного крена, при больше трехтысячных, эта таблица получена на основе результатов большого количества данных, в том числе китайских норм, американских норм, исследований, которые были проведены, и какие неприятные вещи возникают при разном значении крена. Вот здесь, в частности, шахтное оборудование необходимо рихтовать при двухтысячных, а стекление трещит уже при трехтысячных, и больше трехтысячных, это могут образовываться трещины в несущей конструкции. Но, из чего же складывается этот крен? Крен складывается из двух величин. Вот видите, внизу это равно ИК плюс ИР, где Р это случайный крен, ИК это крен, который мы получаем в расчете нашей конструкции, с учетом того грунтового напластования, которое существует. Ну вот, случайный крен как раз и говорит о том, что мы должны постоянно... То есть, мы рассчитали, по расчету получается, что вроде бы можно и большую осадку дать, крен не происходит. Но есть случайный крен, который зависит от многих факторов, и в первую очередь от неоднородности грунта основания. Вот здесь показаны результаты исследования, как влияет осадка на крен здания. Вот верхний левый график это, значит, крен и осадка. То есть, осадка увеличивается в три раза, и крен тоже увеличивается в три раза. Прямая профессиональность. Следующий, как влияет коэффициент вариации на крен здания. Ну, когда мы разбиваем на отдельные инженерно-геологические слои, то мы вводим коэффициент вариации 0,3 по нормам. То есть, наши модули деформации в разных точках могут отличаться не больше, чем на 30%. Но 30% для обычного здания проблем нет. Но для высотного здания, если под одним углом у нас одно значение, а под другим углом у нас на 30% больше или меньше, соответствующим образом образуется крен. Ну, вот тут показано, как влияет как раз коэффициент вариации на крен. Ну, и внизу показана зависимость случайного крена. от ширины здания. Поэтому вот вопрос, связанный с исследованием величины случайного крена, очень важный вопрос, связанный с исследованием неоднородности, который позволит в конечном итоге нам как раз и сократить осадку существующего здания. Качество отбора образцов грунта. Мы ввели стандарт организации, критерии по оценке качества отбора образцов грунта. Вот они здесь представлены в этой таблице. Оценивается качество по относительной деформации образца при нагрузке равной природной нагрузке. Вот это дельта Е к коэффициенту начальной пористости. Это вот относительная деформация. Видите, здесь какие значения. С другой стороны, уникальная работа была в осеннем проведена для санкт-петербургских четвертичных отложений. В результате обследования трех тысяч образцов грунта в период с 2003 по 2018 год было получено, что качество образцу плохое и очень плохое. На основе этого он делает выводы, что получается осадка в 6-7 раз больше, чем по мониторингу, потому что вот такие образцы проводят исследования и доставляют в лабораторию. Ниже приведена ссылка на его статью. В соответствии с ГОСТ, переведенным Р-ИСО, у нас в процессе отбора образцов грунта, ну, в частности, глины, глинистые сементированные грунты, валуны, я вот просто пожирнее написал здесь, необходимо отбирать образцы двух- или трехколонковой трубой. Чем отличается двухколонковая труба от колонковой трубы? Значит, колонковая труба просто обуривает и образец болтается уже потом в этой трубе. Чем больше высота этого образца, тем больше он болтается, и возникают всякие неприятные такие вещи. А двухколонковая труба получается так, что внутренняя труба, она стоит постоянная, а внешняя обуривается, и поэтому внедряется, образец грунта внедряется в эту трубу. Трехколонковая труба, это сразу происходит внедрение образца в трубу, которая везется в лабораторию. Вот здесь показаны результаты исследования отбора бетона из бурнобивных свай при одной колонковой трубе, видите слева, и справа двухколонковой трубы. Конкретный объект, храм вооруженных сил, проводились исследования, когда одноколонковая труба, видите, брак был получен, двухколонковая труба, видите, нормальные образцы. Когда нормально привлекли наш институт, мы попросили, что провели исследование двухколонковой трубой, в общем, бетон оказался нормальный. То же самое, такая же ситуация у нас была на лахтоцентре, на первой лахтоцентре, когда на глубине 80 метров мы выбуривали образцы, и, в общем-то, получалось, ну не мы выбуривали, а строители, подрядчики выбуривали образцы, получалось, в общем-то, такие камешки. И вообще говорили, да как можно высотное здание построить на таких камешках. Когда привлекли двухколонковую трубу, то все вроде бы образовалось. На следующем графике, на левом, вот часто мы в Москве получаем такие вот интересные графики, когда соседняя скважина, вроде бы нормальный скальный грунт, а рядом расположенная скважина, какая-то труха. Скорее всего, просто проводились исследования разными, значит, бригадами, и все зависит от качества подготовки оборудования, от качества захваток, которые они выбуривали. И в этом, во втором случае, получается, что у нас большая территория, закарстованная территория, и в этом случае даже пришлось нам перенести одно из зданий после получения вот таких вот изысканий. Наша просьба о том, чтобы давайте перебурим и сделаем двухколонковой трубой, значит, и не получила результатов. Но понятно, что изыскатели понимали свои оплошности и не хотели просто переделывать. Ну и вот есть ИСО, Еврокод, геотехническое проектирование, в котором сказано, это уже график мы приложили, что качество отбора образца должно быть степей А1 для того, чтобы, если мы проводим сопротивоисследование, срезу и деформативности. Значит, к чему может привести вот этот вот некачественный отбор образца? Видите, объемная деформация, если она уходит, увеличивается объемная деформация, то сразу снижается и давление предуплотнения, и снижаются деформационные характеристики. В частности, для твердых грунтов, твердых глинистых грунтов, мы получили, что значения деформационных и пространственных характеристик могут отличаться в два раза, в зависимости от того, какой вид отбора образцов мы осуществляем. Ну и последнее. Глинистые грунты. Значит, вы знаете, что была построена башня Лахта-Центр, она не такой большой высоты. Вот посмотреть, если здесь, то она, в принципе, самая высокая в Европе, 462 метра, но эта башня расположена, вот, кстати, здесь внизу, вы видите, фундамент, это в масштабе нарисован. Свайный фундамент, коробчатый фундамент, это все нарисовано в масштабе. Она расположена на глинистых грунтах. То есть, под фундаментами этой башни нет скальных грунтов. И ближайший конкурент, вот Шарп, видите, тут, по-моему, под номером такой вот, вытянутый форум английский, это вот тоже на лондонских, на лондонских кембриджских глинах построен, седьмой, по-моему, по счету, он тоже построен, но у него высота меньше, чем 300 метров. То есть, в мире строительство такой высокой башни на глинистых грунтах никогда не происходило. И, тем не менее, продолжает, продолжает, значит, продолжается, ну, не буду, не буду, как бы, раскрывать все тайны, но в этом направлении еще дополнительно прожидаются усилия. В частности, сейчас планируется башня Лахта-2 высотой 703 метра. А почему 703? Потому что день освоения образования, значит, Санкт-Петербурга это 700, 1703 год. Вот в процессе инженерно-геологических изысканий здесь показано. Слева мое первое появление на площадке Охта-Центр. Причем оно уникально тем, что у нас была конференция в Санкт-Петербурге. Я там сделал доклад по фундаментам Москва-Сити и думаю, дай-ка я зайду на площадку. Просто взял, спокойно зашел на эту площадку. Вот. И дальше взошел в Прорабскую, в Бытовке и там меня повстречал специалист. Забыл сейчас как его фамилия. Он говорит, ой, мне так понравился ваш доклад, я хотел сам с вами познакомиться. И так у нас, в общем-то, завязались контакты по поводу Лахта-Охта-Центр. Но это Охта-Центр не состоялся. Потом вот это уже Лахта-Центр. На Лахта-Центре совместно справа от меня находится Труфанов. Александр Николаевич, который как раз мы обсуждаем программу испытания на Лахта-Центре. Вот инженер региологический разрез на Лахта-Центре. Видите, до 100 метров у нас венские глины. От 20 до 100 метров венские глины. Вот отбор образцов происходит. И исследуются эти венские глины. Чем они интересны? Тем, что они анезотропные. Причем в начале, когда мы начали заниматься этим проектом, нам сказали, это плохие грунты, модуль деформации для них 60-80 мегапаскалей. Естественно, на таких грунтах строить такие башни нельзя. Мы говорим, почему вы так приняли? Дело в том, что у изыскателей философия такая. Первое, не попасть в суд за неправильно сделанные изыскания. И второе, как можно быстрее все сделать. Ну, естественно, что когда мы стали изучать, то там получилось, что совсем не 60-80 мегапаскалей модуль деформации. А вот видите график изменения модуля деформации по глубине, он на достаточно большой глубине, порядка 300-200 мегапаскалей. Но это уже более-менее нормальные значения, при которых можно было бы дальше работать. Так, а вот назад нужно вернуться как-то? А, вот есть, да? Кнопочка. Я просто проскочил. Так, значит, характеристики здесь показаны венских глин. И вот факторы дополнительные, которые пришлось там исследовать, потому что не проходили мы по осадкам, но когда мы спустились в метро и посмотрели, вроде бы хорошие, прочные, взяли на зубок, так сказать, хорошие, прочные грунты и стали исследовать. Оказывается, есть такие факторы, как анистропия, которая на 25% снижает осадку, переуплотнение, тоже было очень много споров по поводу переуплотнения, да нет никакого переуплотнения, не надо его учитывать, на 30% снижает осадку. Зависимость, вот видите, здесь модуля деформации от горизонтальных напряжений, зависимость от горизонтальных напряжений, то есть, это от глубины может быть и может быть просто от горизонтальных напряжений в процессе нагружения, очень серьезная, большая зависимость. То есть, все вот эти факторы, они существенно влияют на конечный расчет осадки фундамента. Ну, первое, 08-18 года на окончание строительства каркаса составило, значит, 74, это было по расчету, а что же по мониторингу, а по мониторингу составило всего в среднем, вот немножко больше, чем 30 миллиметров, то есть, даже вот при таких вот, то есть, мы не учитывали, конечно, ни переуплотнения, ни анистеропии, но мы имели в виду, что это надо, конечно, учитывать обязательно. Еще один очень важный фактор, который необходимо учитывать, это технология устройства бурнобильных свай. Значит, она выполнялась таким образом, что мы ее выполняли с поверхности, и дальше откапывался котлован, и свое напряженное состояние в результате вот этой откопки котлована происходило. То есть, происходило увеличение горизонтальных напряжений и соответствующим образом повышение несущей способности свай. Ну и заканчивая свое выступление, я хочу показать вам, сколько интересных нормативных документов было внесено, сколько нормативных документов было разработано, и внесены дополнительные какие-то позиции, вот во все эти нормативные документы, которые перечислены здесь, и вот здесь, и вот на этом слайде. Ну и последнее, что я хотел бы вам показать, это вот такую табличку для расчетов, самую простую, в зависимости от высоты здания, в зависимости от вида грунта, мы как раз рекомендуем проектировщикам, если они видят, что, допустим, то проектное решение, которое не совпадает с этой табличкой, то, скорее всего, происходит недоучет каких-то параметров при строительстве высотного здания. Часть того, что я вам доложил, изложена вот в этих двух книгах, значит, слева это первое издание, справа это второе издание, которое вышло в 20-м году, первое вышло в 16-м году, значит, и оно дополнено, второе издание дополнено большим материалом по строительству Лахта-Центр. Эти книжки есть в продаже, значит, издательство АСВ. У меня все, спасибо за внимание. А сейчас Владимиру Ильичу я даю микрофон. Вы сказали, что будут вопросы, я буду отвечать. Я готов. Хорошо, Владимир Ильич? Как вы считаете? Первый вопрос, начнем по порядку. Это вопрос, значит, термосва или термонасосов или вот этих вот вещей. Как вы считаете, можем ли мы сейчас бросаться в применении термальной энергии без проработки вот этих вопросов, которые мы обозначили по несущей способности свайпа, зависимости модуля деформации, прочностных характеристик и ползущности от температуры? Я думаю, что надо, конечно, исследовать, потому что здания, которые мы строим, очень дорогие. Если эти эксперименты, которые мы сразу начнем строить, такие здания окажется, что его нельзя эксплуатировать, то это очень дорогие эксперименты, дешевле поисследовать, мое мнение. и не только для свайта. Следующий вопрос по поводу качества отбора образцов грунта. У нас тут уже был один доклад по поводу качества отбора образцов грунта. Как может Академия наук помочь нам наладить порядок в качестве отбора образцов грунта? Ну, насчет порядка административной меры Академия, так же, как и работники НИОСПА могут только во время выборов выбирать тех или иных людей, которые хорошо руководят. Вы президенты России имеете в виду? Ну, я же не назвал эту должность. Хорошо, но вы поддерживаете, что все-таки нам нужно качественно отбирать образцы грунта и навести порядок в конце концов в этом деле? Вообще, вообще все надо стараться качественно делать. Общие слова, Владимир Ильич. Нет, это не общие. Конкретно здесь. Конкретно, да. Если мы поднимаем флаг, вы за нами пойдете в этом направлении? Нет, мы впереди пойдем. Спасибо. Следующий вопрос по поводу предельных осадок фундаментов зданий. Это мы, когда познакомились с Олегом Александровичем, это было, наверное, где-нибудь в 2005, когда начинали Охту. Охту начали проектировать. 2005, да, 2008 год. Я приезжал раз в неделю в НИОСП, и мы садились, и каждый день меняли, какую можно давать предельную осадку для высотных зданий. начали, по-моему, со 100 миллиметров, да, потом не получается, ну, давайте 120, потом еще через неделю не получается и так далее. Вот. Ну, я думаю, что, я не совсем согласен, что только вот вы показали, что... Случайный крен, да. Нет, не крен отдельно. Сейчас по поводу предельных осадок. Мне кажется, там еще надо бы как-то задействовать напряжение в основании. Потому что может быть напряжение небольшое или напряжение большое, а здание невысокое. И наоборот. Ну, мы говорим про высотные здания, которые, в общем-то, главное... Но все равно напряжение... Мы проходим по осадкам, да. Если по напряжениям одинаково будет здание 200-300 метров, то какая разница? Дело же в том, как мы давим на грунт. По напряжению давайте подумаем мы тоже по поводу... Еще дополнительно по напряжению. Да, может быть. Так, теперь по поводу крена. Да. Ну, по поводу крена для нас это действительно проблема, потому что у нас начинаются проблемы с ограждением зданий и проблемы с лифтами. Ну, на телебашне мы решили эту проблему с лифтами. Мы, когда проектировали, приняли... У нас же там большие отклонения, не сравнить с теми, которые у нас в зданиях, отклонения верхушки телебашни при максимальных ветрах 14 метров, чтобы вы представляли. Не такое маленькое. Вот. Но на башне, значит, было принято... Да, лифты 7 метров в секунду. Это было 60 лет тому назад. Вот. Поэтому тогда еще вообще не представляли, что с такой скоростью могут лифты двигаться. Поэтому было принято решение менять скорость лифтов. вот если отклонение верхушки железобетонной части больше метра, то скорость лифтов переводится на 3,5 метра в секунду и его не заклинивают при больших при больших отклонениях. Значит, в обычных домах тоже можно пойти. Но есть проблема вот какая. Когда мы рассматривали нормы для высотных зданий, это было, ну, наверное, тоже лет 15 тому назад. Я помню напротив Моспроекта 2, вот там, где у нас экспертиза сидит, там в зале рассматривали. Тогда предлагали вести отклонение одну тысячную. Но одну тысячную это очень трудно уложиться тем, кто пробовал проектировать здание. Поэтому я помню, я тогда выступал и предложил давайте сделаем одну пятисотую. Одну пятисотую. До одной пятисотой вообще не учитываем крен. А если не получается одна пятисотая, тогда надо делать расчет всего здания по деформированной схеме. понятно это, да, учитывать влияние, сколько дают увеличение усилий, дает вес сооружения на тех отклонениях, да, на отклонениях добавлять, и так несколько итераций делать. мы такие расчеты делали по телебашне, три, но мы это делали, у нас не было вот этих вот, которые кнопки нажимают, я даже не умею, не умею сейчас их нажимать, мы это считали все вручную. Вручную, колебашню да, вручную, троем просчитали на, не вручную, а на логарифмических линейках. причем с учетом динамики, причем с учетом трех форм колебаний, которые тоже вручную определяли, вот, поэтому это надо учитывать крены, учитывали крен по деформированной схеме, и даже когда периоды колебаний определяли, и формы колебаний, тоже учитывали крен. Теперь я вот недавно у нас был спор там, сейчас экспертиза придирается там у нас на вот этой лахте, о которой Олег Александрович сказал, высотой 703 метра, там получается крен там где-то не одна пятисотая, одна там пятьсот, чуть-чуть, одна пятьсот десятая, но чуть-чуть не укладываемся, но молодые инженеры, которые рядом работают, они боятся, написано одна пятисотая, я считаю, что можно пойти даже до одной четырехсотой, надо только тогда более тщательно делать расчет по деформированной схеме, вот и все, можно. спасибо. Так, ну я про лахту-центр не буду говорить больше, у нас времени больше не осталось, хотя, конечно, можно было пытать и пытать Владимира Ильича, но мы можем еще попытать, у нас завтра, кстати, приглашаю всех, будет битва геотехников, будем встречаться с китайскими нашими друзьями и коллегами, вот, а Владимир Ильича Травуша попросим, чтобы он был генеральным судьей этого поединка. Спасибо, да, я готов быть и судьей, и этим секретарем судейским, но только у меня завтра вечером самолет, до самолета готов. Постараемся, уложимся до самолета, господин Гонг, профессор Гонг, договорились? У меня в 20, в 20, 50, договоритесь с пилотом и все, я готов. Постараемся уложиться. Так, значит, про лахту-центр еще завтра поговорим, давайте какие вопросы, потому что мы уже выбиваемся из графика. Есть ли вопросы какие-то к докладу? Давайте парочку вопросов, да. Грунтоносом отобрали, мучиться не надо. грунтонос нельзя внедрить, твердые глинистые грунты, в скальные грунты, в бетон. Нет, там понятно, я имею в виду в более, скажем так. Ну, слабые грунты, конечно, можно грунтоносом аккуратненько, Нет вопросов, да. Быстрее вопросов. Можно, да, конечно. И вопрос, а как вы определяли модуль деформации на таких глубинах, то есть отбор образцов? Значит, это очень сложно, несколькими способами. Значит, штамповые испытания, прессиометр, отбор образцов в компрессионных приборах, стабилометрах, при разной нагрузке, причем не просто модуль деформации, а прощественные характеристики, пазучесть грунта, канолик нужно было определить, испытания, некоторые длились, значит, несколько, несколько недель. Это понятно. А с какой глубины отбор-то проводился? Ну, максимальная глубина, по-моему, была 150 метров. Вы потом догружали, то есть возвращали, образцов в исходное состояние, а потом... В ФС, да, проводили нагружение, возвращение в природное напряженное состояние. Глубины достанете хоть что, оно все равно разуплотнется. Естественно. Возвращали, вначале напряженное состояние. Поэтому тогда смысл говорить о том, что там качество образцов, то не то. Понятно, что оно все равно разуплотнено. Спасибо. Так, ну, наверное, больше вопросов. Давайте, я прошу вас просто, наверное, вопросы, если будут, тогда мы в рабочем порядке, еще с удовольствием вам, с вами пообщаемся. Мы сегодня будем до конца дня, и завтра будем целый день здесь. Поэтому, перейдем, наверное, к следующему докладу. Владимир Ильич. Пожалуйста. Так, следующий доклад. Теория и практика контроля осадки свайных фундаментов сверхвысоких зданий. Ван Тао, профессор, Институт фундаментного строительства, Китайская академия строительных исследований. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, коротенькое объявление. Вам всем раздали лингофоны, потому что, если мы будем делать перевод после каждого предложения, мы никуда не успеем сегодня. Вам всем раздали лингофоны. Пожалуйста, после окончания, не выносите эти лингофоны из аудитории, и после окончания секции сдать их девушкам туда за стойку. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой опыт и наш опыт моих коллег контроля осадки с помощью частей. Во-первых, это обзор системы управления осадкой с помощью свайных фундаментов. Это сложный вопрос. Сейчас я слышал доклады по этой теме. Коллеги очень много об этом говорили. О том, как... Мы используем, опираемся на абсолютную осадку. И здесь на фотографии разные ЧП, связанные с проблемами именно управления осадкой. Это Пекин. Высотное здание... Это коробчатый фундамент, коробчатые сваи, длиной 11 метров. После его завершения... Общая высота 104 метра. И после завершения мы наблюдаем заметную осадку от 6 до 12 сантиметров. После завершения этого здания... Его неравномерная осадка превышает допустимые нормы по Китаю. Это пример использования именно свайного фундамента, который... Вот здесь другой пример. При равномерном расположении свай мы усилили жесткость свай. Таким образом мы снизили осадку. Но в связи с тем, что жесткость неравномерна, тоже не удалось избежать осадки. Эти примеры показывают нам, что... Не следует игнорировать роль фундаментной плиты и параметры, размеры конструкции. Потому что это часто приводит к такой вот дискообразной деформации. Сейчас функции зданий усложняются, диверсифицируются. У нас появляются парковочные места в Цоколе. И усложняется сама конструкция, структура, контур здания. Как быть? Во-первых, мы можем с помощью утолщения фундаментной плиты... Также можем использовать различные... Комбинировать различные типы свай. И таким образом распределять нагрузку. Но в любом случае это не позволит нам избежать неравномерной осадки. И тут переходим к методам оптимизации расчета жесткости свайного фундамента с целью снижения неравномерной осадки. И такая технология, некий теоретический концепт, выравнивающий технологии, то есть устройство свайного фундамента, выравнивающего свайного фундамента, который позволяет также сделать строительство более эффективным, сэкономить стройматериалы и при этом добиться более устойчивого результата. Это сравнение, традиционная концепция, когда мы не можем избежать неравномерной осадки. И правый нижний угол, с учётом геологических условий, мы точечно усиливаем или ослабляем несущие свойства конструкции, чтобы добиться оптимизации конструкции в целом, улучшения её свойств. То есть это точечное, балансированное точечное выравнивание этой нагрузки, которая в целом позволяет сделать её более равными, распределить её. Если конкретнее, в процессе проектирования мы можем использовать разные расположения, сочетание разной длины, пространственное распределение свай, так, как видно в левом верхнем углу, в правом нижнем углу, это теоретический фундамент, формула, с помощью которой мы рассчитываем нагрузку. там, в эти параметры К, это жёсткость верхней части, жёсткость свайного поля, и справа это несущая... это вектор нагрузки в верхней части, и справа вектор нагрузки на фундамент. И мы рассчитываем можем с помощью... во-первых... то есть это некий итеративный метод, который позволяет нам найти... необходимые нагрузки и с учётом изгиба, с учётом срезающего воздействия, также подобрать армирование и другие точечные конструктивные решения. И получается такая гибридная модель с конечным слоем сжатия. Мы используем не ГЭДЭС, формулу ГЭДЭСа, а мы используем Миндлин. Тут представлена корректировка коэффициента взаимодействия. На практике мы обнаруживаем расхождение между теоретическими величинами и фактическими величинами. То есть мы вводим ряд корректирующих формул, которые позволяют точнее рассчитывать эти нагрузки. Здесь у нас формула расчёта совместного воздействия этих факторов. Здесь показан переход от концептуального дизайна к количественному дизайну, количественному проектированию. Два индекса – индекс усиления и индекс ослабления. когда этот индекс усиления путём увеличения усиливающего индекса мы можем уменьшить осадку. Это на фотографии изображена наша экспериментальная конструкция, которая вот здесь у нас в красной рамке. Это представлено улучшением механических свойств поведения плиты за счёт установки выравнивающей свай с переменной жёсткостью, которая позволяет добиться регулировки силы реакции на силы сопротивления в верхней части свай. Что касается продвижения этой технологии и её экономических и других эффектов. Это проекты, которые были реализованы с использованием этой технологии. Это ведущие проекты, флагманские, можно сказать, архитектурные проекты в Китае. И в красных квадратах – это снижение расходов, которое было достигнуто благодаря применению этой технологии. Это в центре Шанхая, здание высотой 632 метра, самое высокое здание в Китае. Там тоже применяется вот этот метод выравнивающего свайного фундамента. Следующее здание – высотное здание, тоже 528 метров в высоту. Там тоже применялась вот эта технология, вот этот подход выравнивающего фундамента. И это другие проекты, тоже осуществленные с применением этой технологии. В целом это 29 больших строительных проектов. И в целом неравномерная осадка в пределах от 3 до 18 промилле. Удалось сэкономить 56 миллионов юаней и сократить объем работ на 20 до 50 процентов. В Китае сейчас осуществляется строительство сверхвысоких высотных зданий. И на самом деле в тех масштабах, в которых осуществляется строительство в Китае, нерациональное использование свай приводит к огромным перерасходам материалов. Благодаря принципу обобщения бокового сопротивления свай, мы снижаем расходы. Мы собрали данные по 153 фундаментам с применением сверхдлинных свай. 153 проекта. Мы проанализировали их. И можно их обобщить до четырех форм. То есть трапецоидальной, чесночной формы, конической формы и вогнутой формы. Это формы геометрические схемы сопротивления свай. Принцип гомогенизации дополнительных напряжений. Наша работа по проектированию включает также гомогенизацию дополнительных напряжений, составление таблиц, составление графиков, как представлено на этих фотографиях. Тут подробно представлено, как мы рассчитываем осадку свайного фундамента с учетом нашей технологии. Благодаря применению нашей инновационной технологии. Так, здесь вот это сверхвысокое здание в Шанхае. Наши расчетные величины, расчетные показатели 79, соответственно и 77 миллиметров осадка. И во втором случае расчетная осадка 102 миллиметров и фактическая осадка 98 миллиметров. То есть в обоих случаях фактическая осадка ниже расчетной, и при этом точность прогнозирования осадки достаточно высока. Можно обобщить, что в нашей технологии применяется традиционный подход китайской культуры. Принцип, который применяется в китайских боевых искусствах, это сочетание твердости и мягкости, сильного и слабого. Я говорил про энергетические, здесь была речь о энергетических сваях. Мы в Китае, мы осуществили три больших проекта по энергетическим сваям, то есть получение геотермальной энергии с помощью свай. И можно сказать, что эти наши проекты по масштабу, возможно, одни из самых крупных в мире. Я хотел бы тоже в этой области установить сотрудничество с Россией, совместно развивать эту технологию, применять, делиться опытом. Спасибо большое за внимание. Спасибо за очень интересный доклад. К сожалению, немножко нам трудно было разобрать в формулах и обозначения, которые у вас есть. Наверное, на будущее надо нам друг другу просить, чтобы все-таки на английском языке, наверное, мы готовили презентации. Возможно это? И тогда будет и вам проще, и нам проще. Потому что и переводчику трудно как-то это все в технических терминах переводить. А так немножко переводчик нам расскажет, и мы увидим, что там изображено. А так очень интересный доклад, большое спасибо. И на один вопрос, я думаю, мы сможем ответить. Есть ли какой-то вопрос? Что-то непонятно? В чем суть метода регулирования осадки? То есть там усилия как-то в сваях меняются. Разный динозвай. Жесткость. Разный. Под нагрузку просто подбирается. Я прошу прощения. Ну, понял. Ответьте. Тогда про открывашку. Вот как там. В Шанхае там какие фундаменты выбрали? Открывашка. Как это? Открывашка в Шанхае. В Шанхае. Какие фундаменты использованы? И какая там глубина заложения? Какие там грунты? Я забыл. Там знаю, просто вижу, что там болото сплошное. В Шанхае. Да, это мягкие грунты. Грунты там сложные. И там, в принципе, нету твердых грунтов. Мы используем два свайных поля. Сочетаем два свайных поля с разной длиной свай. Таким образом, более адаптируемся под условия, геологические условия строительства. Пород там вообще нет внизу? Рок. Майор. Скальных пород нету. Это пылеобразный песок, и поэтому мы используем длинные висящие сваи. И в основном там сопротивление воспринимается, осуществляется верхним участком сваи. А вы как-то используете результаты российских или советских ученых в расчетах свайных фундаментов? Ленин Дмитриевич. Ленин Дмитриевич. Конечно, конечно. Мы в процессе исследований, мы анализировали все, что происходит, все, что делалось во всем мире в этой области. Все теории, все способы расчета, все коэффициенты, которые применялись в разных странах, мы учились у всех наших коллегов всего мира. Спасибо. К сожалению, больше мы не имеем возможности задавать вопросы. В принципе, наши коллеги будут еще сегодня-завтра китайские. Можете к ним подойти и задать вопросы. Давайте еще раз похлопаем. Спасибо. Спасибо. И следующий докладчик – это «Развитие свайных фундаментов высотных зданий в холодных районах Китая» Ван Зи Лян, профессор Хайлу Цианской провинциальной академии строительных исследований холодных районов. Уважаемые коллеги, добрый день. Для меня большая радость и честь приехать в Екатеринбург, пообщаться с коллегами в формате оффлайн и поделиться с вами нашим опытом. И тема моего выступления – это состояние развития строительства свайных фундаментов в провинции Хэлэндзян. В целом, мое выступление включает несколько аспектов. Во-первых, это геологический обзор нашего региона с 90-х годов прошлого века. Это обзор разработки свайного фундамента, основные типы свая и проблемы, и вызовы, и, конечно же, тенденция развития этой отрасли. Я начну с геологического обзора провинции Хэлэндзян. Кажется, не работает. Он должен находиться примерно вот здесь. Здесь Россия, Монголия. Я покажу пальцем. То есть наша провинция находится по соседству с Россией, с Монголией. Наш областной центр Харби. Самый северный город – это Мохэ. В Харбине летом температура достигает 37-38 градусов, плюс зимой минус 40. А в Мохэ зимой доходит до минус 53 градусов, а летом плюс 30. То есть примерно такой разброс температуры в течение всего года. Далее, позвольте мне рассказать про геологическое состояние нашего. Четыре зоны. Первый – это юго-западный регион. Это равнина Суньэн. Основное образование олювиальных реками Сунгари и Нэн. Второй – это северо-восточный регион. Равнина Сантья, Хэлэндзян. Третий – это юго-восточный регион, Вандашэн, река Мудандзянь. И четвертая – северо-западная часть нашего региона. Это на стыке гор Сеусьялин и гор Чамбайшань. И касательно нашего региона, находится рядом с Россией. Это самая северная часть нашей страны. Там, где помечено синим цветом, здесь климат практически такой же, как в России. И там бывают места практически схожи с вечной мерзлотой. Также есть острововый климат. И Харби, например, наш областной центр. Их глубина мороза, морозной земли примерно полтора-два метра. То есть, в этой части почти половина провинции живет в довольно холодной части провинции. И это считается самым холодным регионом нашей страны. Далее, позвольте мне рассказать про развитие свайных фундамента в Китае. Потому что в разных эпохах, в разное время, в зависимости от стиля строения, она меняется. В начале 80-х, в начале 90-х, в конце 80-х, когда Китай только начал активно застраивать города. Это буровые сваи. То есть, это самый базовый способ, когда после бурения появляется огромная яма. И там устанавливается свай. И максимум может дойти до 5000 килоньютон. Но тут есть одна большая проблема. И каждая эпоха и каждая технология решает проблемы, которые возникают в этой эпохе. Это вода. Конечно же, подземные воды, например, в некоторых городах в минус два метра, там уже появляется вода. И, следовательно, в этих местах невозможно осуществлять какие-либо свайные работы. Или, по крайней мере, это создает очень большие проблемы. Поэтому появляются вибромонолитные сваи. То есть, благодаря вибрации производится установка свая. Примерно с 92-го года эта технология начала обширно появляться в Китае. И она работала примерно 5 лет. С 92-го года до 96-97-го года. И здесь нагрузка доходит до 1000 килоньютон. Максимум может доходить до 400, 350, это в среднем. 350-400 миллиметров. Но также, как и у любой технологии, здесь есть проблемы. Например, песчано-песочный грунт. Когда появляется такой слой, эта технология не позволяет пробурить этот слой. Или, как минимум, эффекты и мощности буровых установок, они не позволяют очень эффективно работать. Поэтому появляется следующее. Я не знаю, в России, насколько это работает. Называется свая под давлением. То есть, сначала используется предыдущая технология, доходит до определенного слоя. И далее, за счет большого давления, продавливается это отверстие. И происходит следующий этап бурения. Из-за того, что внутри находится мягкий грунт, и там нет песка. И главная задача – это пробить туда щебень и крупную фракцию. И таким образом происходит двойное бурение. То есть, это довольно затратное, но при этом довольно эффективное. Я думаю, что в России, наверное, не было этого, потому что это особенность именно нашей провинции, провинции Хэлэндзян. И исключительно работают только в нашем регионе. И поэтому существование этой технологии продлилось всего около пяти лет. И дальше уже появляется следующая технология. Здесь самая большая проблема – это очень маленькая глубина бурения. Из-за того, что здесь у него есть ограничения по твердости, поэтому здесь примерно по коэффициенту C25. И, как я уже говорил, климат нашего региона сильно отличается от остальной части нашей страны. Поэтому здесь обычно требуется, чтобы плотность была более чем C30. Следовательно, эта технология работала на пределе около пяти лет. В начале двухтысячных мы перестали использовать ее. Хочу назад. Хочу назад. Ладно, ничего страшного. Соответственно, после... Из-за того, что плотности бетонных растворов не позволяет нам... И тогда технология, бетонная технология не была, как сейчас. Начиная с десятых годов этого века мы начали использовать бетонную технологию «Свая». То есть под огромным давлением. Она очень похожа с предыдущей, но при этом технология шагнула вперед. В десятых годах мы начали использовать уже зарубежные технологии. Ну и есть такие косвенные технологии, которые использовались в некоторых регионах нашей провинции. Например, ручной «Свай». Я не знаю, я думаю, что в России. Или приготовленный «Свай», то есть заранее подготовленный, примерно C30. Длина примерно 12 метров. 7-8 – это средняя длина. Максимум доходит до 12 метров. И проблема этих сваев то же самое, что и с первым. Когда очень жесткий твердый грунт, например, на 7-8 метров песочного грунта, здесь он не может пробить. И сейчас предсваи тоже использовали несколько лет. И в целом сейчас идет на использование высокого давления. И сейчас в Китае, в частности, в Хейландиан, самые часто используемые. Это первое. Это залитые под давлением бетонные сваи и высокопрочные предварительно напряженные сваи. Они примерно используются 50 на 50%. 50-40%. Это общее состояние нашей технологии. У меня еще есть время? Я попробую сократить. Расскажу про самые популярные. Это сваи удержаны, так называемые грязно-защитные. И сваи, которые залиты под давлением, их проблемы и вызовы. Потому что нет ни одной технологии, которая будет существовать очень долго и может решить все проблемы. 400-600 миллиметров – это параметры, которые часто используются. Нагрузка на 500 миллиметров примерно 4000 килоньютон. Проблема похожая, когда твердый грунт, она не может пробиваться. И где мягкий грунт, и может появляться ситуация с подъемом грунта. Это некоторые фотографии именно вот этих сваи. И плотность примерно составляет C80. И самые твердые, и самые плотные, может быть, доходить до C150 или C120. Это высокопрочные. В зависимости от необходимости и конкретного применения используются разные формы. И эта технология применения, и фотография с площадки использования этих сваев. Как и у любой технологии, у них предварительные сваи, согласно нашей провинции, условия нашей провинции, когда очень твердый грунт. Независимо от того, каким образом используются эти сваи, они не могут пробиваться. Но заливные сваи, плюс в том, что у них глубина. Можно ходить до 26-27 метров. И нагрузка 7000 килоньютон. Да, я понимаю. И на этих фотографиях мы видим, что они с отверстиями и с пустотой. Есть мягкие слои, и, следовательно, эти бетоны, после этого бетона, после этого сваи, следующие уже невозможно использовать в схожих условиях. И заливные сваи, так как у нас есть вечная мерзлота, так как это все делается на месте, на площадке, следовательно, если в этой части есть вечная мерзлота, это и самая большая слабость. Здесь пример. На схеме мы видим температуру вечной мерзлоты примерно минус 20 на этой территории. То есть после заливки бетона край свая, диаметр примерно около метра, и примерно диаметр еще на 30 сантиметров начинает таять этот грунт. И поэтому теплопередача таких технологий очень зависит от температуры. Неспорядка то, что здесь минус 20, для нашей территории это уже довольно высокая температура. В большей части нашей провинции температура держится около минус 1 градуса. Следовательно, когда мы производим такая работа, вся эта область земли полностью тает. И сейчас мы бы хотели продвинуть технологию, опять же, я говорю конкретно про провинцию Хэлэндян, потому что в других частях Китая этих проблем совершенно нет. У нас так же, как в России, минус 30, минус 40 зимой, в процессе работы, в процессе заливных сваев, особенно зимой, очень дорого и очень тяжело контролировать качество. Поэтому зимой как раз используются те 40% заранее заготовленные сваи. Но когда зимой мы сталкиваемся с такими слоями грунта, как вечная мислота или мягкий грунт, то это большая проблема. Поэтому мы сейчас используем совмещенный способ. Мы сначала подготавливаем площадку, подготавливаем отверстие, а потом уже устанавливаем с помощью вибросваи. И, следовательно, здесь на 60% мы подготавливаем ее заранее, а еще 30-40% мы делаем на площадке. Соответственно, здесь мы можем достичь глубины примерно 8-9 метров, максимум 12 метров. Диаметр на 400 миллиметров. Длина 12 метров мы можем с помощью виброустановки установить эти сваи на этих площадках. Это испытания на площадке, результаты. Сверху мягкий грунт, внизу песочный и дальше уже мягкий грунт. Здесь две модели, два испытания. Справа это по традиционному способу, и слева это то, что мы делали на этом испытании. С левой стороны это как раз способ, который мы часто используем, 1800 килоньютон. А справа, после подготовки с длиной в 14 метров, нагрузка примерно 2500-2700 килоньютон. То есть почти в два раза. Спасибо. Я постарался очень коротко сократить свое выступление. И наша точка зрения в любой эпохе. Есть самая подходящая технология, но она не идеальная. И она тоже ждет улучшения. Я думаю, что в ближайшее время появится новая технология или улучшенная технология, которая заменит эту. Спасибо. Спасибо. И приглашаю всех, кто присутствует здесь, не только здесь, для того, чтобы участвовали в группах, российских группах, кому интересуют эти вопросы. Да, спасибо. Один маленький вопросик можем задать. Наверное, все-таки нельзя отпускать без вопроса. Есть вопрос. Игорь Славович, пожалуйста. Спасибо. Очень короткий вопрос, потому что нас очень интересуют эти темы. Наш российский опыт заключается в том, что наиболее часто в многолетнемерзлых грунтах, в условиях Крайнего Севера, которые еще намного севернее, чем Холунзян, мы используем вмораживаемые сваи. То, что вы назвали имплантед пайлс. Но мы применяем в основном не железобетонные, не бетонные сваи, а металлические. То есть это трубы сваи, которые вмораживаются в заранее пробуренной скважины. Используете ли вы такой опыт именно с металлическими сваями? Спасибо. Я помню в Пекине с коллегами из Сианя, мы когда общались, я слышал такой же вопрос от наших коллег. И они рассказывали о том, что в России используются металлические сваи. И рассказали про проблемы это коррозия, потому что она находится прямо в грунте. Вопрос долговечности. В Китае, так как у нас металлические сваи очень дорого, бетонные дешевле. И второе, то что бетонные сваи, они долговечнее, чем металлические. Спасибо. Давайте еще раз похлопаем за очень интересный доклад. Так, приглашается следующий докладчик. Влияние ветровых нагрузок на деформации свайного основания высотного здания. Элизаров Элизар Толгаатович, который вы уже сегодня представляли, про которого говорили. Эта проблема действительно очень важная, в том числе при строительстве лахта-центра. Пожалуйста, Элизар Толгаатович. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящается именно исследованиям влияния ветровых нагрузок на деформации свайного основания высотного здания. Опыт строительства высотных зданий показывает, что все негативные процессы в конструктивных элементах и в зданиях в целом, в большинстве случаев связаны с некорректным прогнозированием поведения грунтовых оснований фундамента при различных воздействиях. Мы здесь как раз хотим, мы в этой работе рассмотрели неучтенные до сих пор практики проектирования влияния ветровых нагрузок на деформации свайного основания высотного здания. Мы все прекрасно знаем, у нас при проектировании применяется расчетное сочетание усилий, и ветровые нагрузки являются одним из загружений, однократно. А все-таки ветер дует каждый день, слабый или сильный, а сильный часто дует. И особенно когда в акваториях рек и морей, это воздействие динамическое стреление достаточно большое. Казани планируется возводить в акватории реки Казанка комплекс из трех высотных зданий, два из которых находятся... Крайние два здания проектировались на едином фундаменте без деформационного шва, толщина ростверка 1,5 метра сваи с обвинением 35 сантиметров и высотой длиной изначально была 14 метров. Площадка строительства является сложной по двум причинам. Во-первых, площадка строительства относится к системоопасным с интенсивным землетрясениям по МСК-764 7 баллов. Во-вторых, исследования показали на экватории реки Казанка на экватории реки Казанка влияние динамической составляющей ветровой нагрузки по опасности, что ли, по интенсивности приближается к землетрясениям симби-бальным. В связи с этим были исследования, проверения исследований сначала как бы сейсмической активности площадки, вот приведен геологический разрез, в основном как бы основанием служат глинистые грунты, имеется небольшой слой песков, сначала тяжелая суглинка, затем глиной, и сначала было проведено сейсмическое микроионирование площадки, ну, при нашего счастья, не только мы. Это связано с тем, потому что по канонам сейсмостойкого строительства сначала площадка должна проверяться на виброразжижение, потому что если грунты разжижаются при 10-сейсмическом воздействии, на эту площадку строить нельзя. Вот как все. Поэтому сначала было проведено сейсмическое микроионирование, я долго рассказывать не буду об этом, вот здесь приведены все данные, параметры грунтов, и вот как бы карта для коротких и средних периодов колебаний. Здесь приведены как раз записи, тут я единственное расскажу, сами знаете, в сейсмопластных районах обычно всегда имеется как бы картотека землетрясения, записи, но в Казани последнее землетрясение было в 1914 году, и никаких их записей не сохранилось, поэтому было достаточно такое сложно было как бы создать, как бы вот так создать, получить экстраграммы, и тем более их синтезировать, поэтому пошли таким путем. Сидели, ждали землетрясения, которые сидят на одной платформе, поймали землетрясение Малайзии, и на 30 километрах от Казани произвели подводный взрыв, и создая колебания, и вот подземный взрыв, да, на 30 километров от Казани. И вот как бы совмещая, я не включаю технологию, совмещая землетрясение и взрыв, колебания от взрыва, создали вот такие акселограммы. Это реальные акселограммы для данной площадки. На основании чего установлено, что площадка 7-2, там где-то 7-2, и после этого вот она как бы уже расчетная килограмма землетрясений, и в дальнейшем нужно было проверять, грунт разжижается или не разжижается. Вот создана расчетная модель грунта, и на основании данных моделирования определена максимальная величина касательного напряжения при землетрясении. Вот как бы моделирование напряжения состояния образства грунта для проверки на вибряжение и для определения деформации при циклистском нагружении, потому что в данной ситуации мы приводили землетрясение, колебания при землетрясении касательного напряжения, как бы уж сационарным колебаниям. То есть на самом деле мы с вами знаем, что при землетрясении все-таки колебания не сационарные, но здесь привели касательное напряжение с сационарными амплитетами. Вот провели исследование по данной схеме, полученный внешний вид образцов, все-таки мы здесь видим, так как грунтные глинисты были, мы здесь практически получили как бы опять не работает здесь, видим бочкообразное разрушение, так как это присуще для глинистных грунтов, в отличие от песчаных грунтов, где все-таки мы получаем плоскость разрушения. Это было, то есть мы определили параметры землетрясения, землетрясения, заранее скажу, что сначала была проверка площадки грунтов, площадка на выражение, слава богу, разрушение не произошло, и дальше уже начался процесс проектирования. Следующий как бы параметр, я сказал уже, что динамическое составляющее ветровая нагрузка достаточно большая именно для этой местности, потому что тоже были проведены исследования ветровых нагрузок, но она объясняется тем, что в этой части как бы это ближе к соединению места Казанки с Волгой, там, видимо, очень такой вихревый поток возникает, и с одной стороны очень высокий берег Казанки, и поэтому здесь ветровая нагрузка получается очень большая, то есть штормовые. И поэтому мы провели, исследование сначала смоделировали, как ведут себя грунты при таких воздействиях. Сначала при ветровых нагрузках, потом при сезимических воздействиях. Определено количество примерно циклов ветровой нагрузки, имея высокой интенсивности. Не все, конечно, потому что ветер каждый днует, а тут есть такие ситуации, когда возникают штормовые ситуации, и занят достаточно высокие, чуть более 100 метров, и здесь ветровая нагрузка составляет, как бы, оказывает достаточно сильное влияние на грунты основания. Для этого сначала определены параметры ветровой нагрузки, затем, исходя из расчетного сочетания, которое включает динамическое составляющая ветровая нагрузка, определялись напряжения в грунтах под фундаментом, и на величине этих напряжений провели трехоснезапитание, определили, сколько деформируется грунт при таких воздействиях. Ну, примерно составляет, где-то, если в стабилометре у нас предельная деформация образца при разрушении 10 мм, здесь получалось примерно 3,5 мм, примерно 30% от предельной деформации достигается. Следующее, вот показано, как влияет. Это уже конечная величина, то есть влияет ветровая нагрузка и на прочность грунта, и на модуль деформации. Модуль деформации порядка 15-20% уменьшается при циклесном воздействии, прочность уменьшается тоже порядка где-то 20-25%. То есть это уже ощутимо. То есть фактически мы, когда однократно прикладываем нагрузку ветровую, это не отражает все поведение грунта. То есть мы с вами некорректно прогнозируем поведение грунтов, особенно для глинистых. Особенно глинистых. В дальнейшем уже полученные данные были использованы при проектировании зданий. Расчетная модель приведена здесь, то есть два высотных здания на едином фундаменте плитном без дифференцированных шовов. Параметры здания, параметры фундамента приведены здесь. Сначала было подобрано с военнополя, исходя из, как бы, без учета именно тех неупрогих деформаций, которые происходили до эксплуатации здания. И в этом случае, мы видим, получается очень такой чистокол свай. Примерно они все размеры сечения 35 на 35, длина 14 метров. Вот расчетное сочетание усилий, которые рассматривали. Для нас, конечно, наиболее важные последние два сочетания, когда ветровая нагрузка, то есть сочетание нагрузок, куда входили у нас ветровые нагрузки. Не все ветровые, и динамические составляющие ветровые нагрузки. Как скажете. Вот здесь, смотрите, получается, в таком варианте получается уровень неномерной осадки, особенно в средних частях, видите, какой ямы получается, и очень большие сгибающие моменты, очень большие прогибы плитного ростверка, поэтому пошли по счету именно неупругой деформации и оптимизации свайного фундамента для данного здания. Вот показаны усилия, весь неномерный усилий в сваях, в средней части очень большие усилия в сваях, на краях очень количество, примерно 4-5 раз меньше, чем в средине, поэтому пошли, как бы провели дальше счастливые исследования по оптимизации свайного поля, с учетом именно неупругой деформации, которые накапливались от 10-ти ветровой нагрузки. Дальше пойдемте. Мы использовали для этого нашу методику по определению осадок с учетом непругой деформации в ветерном. То есть рассматривали мы осадки с учетом деформации виброползучести от ветра как бы для условного фундамента и для осадки продавления. Но осадку как бы отжать свай не рассматривая, потому что свай здесь при небольшой длине. Мы вот 2 вида свай рассмотрели и в дальнейшем рассматривали перераспределенные усилия за счет этих наупругих осадок. Хорошо. Вот здесь уже как бы после оптимизации численно исследования установлено мы предложили вот такой вариант свайного поля. То есть под башнями достаточно такой длинный свай длинной 14 метров и таким счастым размещением. А по краям уже естественно свай размещались короткие, 7-метровые и шаг достаточно большой. И вот после оптимизации получили такое распределение свая. Мы приблизили друг к другу усилия коранных сваях и средних сваях. Вот получается здесь деформация осадки и прогибы плиты уже мы выровняли. Здесь покажена мозаику изгибающих моментов и заключение. Я уже засчитывать не буду. То есть коротко отним предложением, то есть в тех местах где наблюдаются очень сильные ветровые нагрузки необходимо учитывать влияние циклиста, как бы влияние неупрока деформации виброполучестия грунта, которая возникает от действий ветровой нагрузки. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Александр Доказович, ну то есть вот самый основной вывод, что ветровая нагрузка снижает механические характеристики грунта на 15-20 процентов. И это необходимо учитывать в данной ситуации. Допустим, в Лахтана может еще больше быть. Там 700 метров, а то больше. А может меньше. Ну не знаю. Хорошо, ладно. Пожалуйста, один вопрос есть у нас возможность задать. Кто? Владимир Ильич. Уменьшилось, уменьшилось. Я модуль не увеличил, я повторюсь. Мы с вами вот такой спорт был там бойлер с вами. Мы говорили, что если взять однократный как заказал заложен сниппет, можно увеличить. Но мы рассматриваем, что стеклическая нагрузка ветровая нагрузка по мере стеклирования уменьшается модуль деформации. Вот это мы заложили. Уменьшается. Уменьшается, да. Ветровой нагрузке две составляющие. Динамическую составляющую. От пульсации. От пульсации, да. А среднюю вообще не трогаете, да? Не трогаете. Но, Владимир Ильич, мы не можем затрогать, потому что влияние процессорной части, он влияет на общую деформацию, на общую деформацию. Мы должны рассмотреть не статическую модуль деформации уже здесь, так? Вот именно после циклики. Ну, я поясню, Владимир Ильич. Там получается так, что когда ветровую нагрузку считают, они берут модуль деформации 8-10 раз больше, но на общий модуль деформации конечный влияет и на прочность влияет вот эта вибрационная составляющая влияет вот о чем разговор. Циклическая часть, да. Циклическая часть влияет на общий модуль деформации, который мы статически рассчитываем. Вот об этом разговор. Да, Рафаэль Саревич. Да, спасибо, очень интересный доклад. Но вот интересно следующее. Не увидел каких-то сравнений с данными мониторинга. А как вы считаете, а может быть в результате циклических воздействий, ведь в основании у нас есть зоны объемного сжатия, зоны сдвигового уплотнения, да, и зоны сдвигового уплотнения, наверное, они в меньшем объеме в основании фундамента, да, чем зоны объемного упрощения. Так может быть при циклических воздействиях, при динамических воздействиях малой амплитуды возникает дополнительное упрочнение грунта, а не снижение деформационных характеристик. Я не увидел просто сравнение с данными мониторинга, и как дополнительный фактор, как это подтвердить? Вопрос понял, Александр Павлович. Во-первых, издание еще не построено, поэтому мониторинга нет. С удовольствием, конечно, мы до вопроса, как бы, ответил я вам. Во-вторых, но я с вами согласен, при малых амплитуде колебаний будет происходить упрочнение, однозначно, так? Но здесь уже, как бы, мы рассчитывали или провели испытание грунтов уже на те амплитуды, колебания которой были в реальных условиях. Поэтому вот данная ситуация, при таких напряжениях, как бы упрочнение и разупрочнение происходит на время, потому что при стеклецком нагружении деградационных процессов это сумма двух факторов. Это, с одной стороны, деградация, с другой стороны, упрочнение, то есть они друг друга постоянно компенсируют. Но когда начинается деградация преобладать, будет разрушение и нелинейный полозущество. А если наоборот, тогда будет стабилизация. Просто как комментарий к ответу, если позволите. Это все прекрасно, но если мы выполняем испытания в условиях трехосного сжатия, то это, в общем-то, не совсем истинный процесс, который реально происходит в основании. Потому что в процессе трехосного сжатия, в циклических воздействиях у вас образец не ограничен в горизонтальных перемещениях. Поэтому при возникновении циклических нагрузок он у вас все время будет расширяться. А реально в грунте мы этого не видели, он не будет расширяться. Будут увеличиваться горизонтальные напряжения, будут увеличиваться средние напряжения, увеличиваться шировой тензор и все вытекающие. У нас, к сожалению, сегодня я не знаю ни одной изыскательской организации, которая может определять параметры виброползучести, так, как это изначально задумывалось. А это изначально задумывалось именно использованием штамповых испытаний, проведением виброштампов. Но это как комментарий. Но я могу ответить вопрос. Вопрос достаточно такой правильный. Но я всегда говорил, все-таки испытаниям в стабилометрах стать резиновыми волочками, он не полностью отвечает поведению грунта в мастеве. Потому что все-таки действительно там поперечные расширения есть, а в реальных условиях этого может не быть. Но другой вопрос. Вот наше испытание в кубиках с жесткими штампами, он дает истинное трехосное состояние, и тогда мы им можем верить. Но мы эту работу проводим, как мы проводим совмещенные сравнительные испытания на жестком приборе, кубике, и цилиндрическом стабилометре. Спасибо, спасибо. Ну и я не мог отказать Владимиру Ильичу, он хочет задать маленький вопрос, только маленький. И просьба, быстрый ответ. Просьба маленький, но длинный ответ. Нет, ответ где не в калуарах тогда. А есть разница между сейсмической нагрузкой и ветровой пульсацией? Владимир Ильич, вы говорите, как бы такой, непростой, потому что и ветровая пульсационная нагрузка, и сейсмическая, они как бы нагрузка не стационарная. Но мы всегда проводим по общей методике к стационарному. Рассмотрим. На самом деле, конечно, есть. Потому что хотя и там пиковые есть скачки, и тут скачки есть. Ну, просто сейсмическая быстро затухает, а ветер может долго... Да, правильно, я бы сказал. Все, спасибо, спасибо. Я хочу подъезжать вечер, потому что для сейсмической всего, для семимбальной зоны 30 колебаний рассматриваются. 30. А мы здесь колебания рассматриваем 400-500 колебаний. Разница есть. Я об этом говорю. По вкладу ветровой нагрузке можно столько же дать, что сейсмическая 30 колебаний, когда 500 колебаний будет в ветровой нагрузке. Спасибо, Александр Ильич. Спасибо. Пожалуйста. Давайте походку еще раз. Спасибо. Так, ну и следующий доклад. Значит, расчет крупноразмерных борно-бивных свайлов на горизонтальную нагрузку. Готман Фред Леонидович, пожалуйста. Коллеги, мы немножко выбились из графика, но дело в том, что следующий тоже наша будет секция, поэтому я думаю, что ничего. Сейчас мы послушаем предпоследний доклад, потом сделаем перерыв и самый последний доклад перенесем уже на следующую секцию и спокойненько закончим наши работы. Пожалуйста, Владимир Владимир Владимирович. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, мой доклад даже в какой-то степени немножко является продолжением предыдущего. Вопрос расчета с военной горизонтальной нагрузкой, он разрабатывался в истории с военной строением с существенным опозданием по отношению к вертикальной нагрузке. Не сразу. Но за последние 70 лет было сделано много шагов в этом направлении. И хотя очень ограниченное число специалистов этим занимались. Я могу посчитать, я 50 лет занимаюсь этой проблемой, но я могу назвать 10 фамилий в Советском Союзе и в России, которые серьезно занимались горизонтальной нагрузкой. В результате ВСП... В результате ВСП уже в 70-х годах был включен метод расчета сваи на горизонтальную нагрузку, который просуществовал практически до сегодняшнего дня. Разматривались сваи небольшого сечения. Грунт моделировался коэффициентом постели, поскольку была принята модель местных деформаций. И коэффициент постели изменялся по глубине, по линейной зависимости. То есть не учитывалось слоистость основания. Этот метод имел два преимущества. Этот метод, он был... Ему можно было бы считать вручную, поэтому он попал в СНИП. За 15-20 минут можно было бы посчитать сваи. И этот метод считал любые сваи. Гибкие, жесткие, любые сваи автоматически. Вот на слайде показаны три возможных схемы работы. Жесткая, гибкая и между ними свая конечной жесткости. Вот показан. Это вот СНИПовский метод. И надо обратить внимание, что пространственная работа грунта в то время уже была определена вот этой небольшой формулой. Расчетная ширина вот БР. Таким путем. И надо отметить, что она не является линейной при изменении размера поперечного стечения. Она не линейно меняется. Она меняется совсем по другой зависимости. Здесь показано то, что было сделано вот это решение на базе решения Урбана. Балкан упругом основания. Решение дифференциального уравнения со стыдно-ограничными условиями. И канонические формулы получены для определения горизонтального перемещения и угла поворота. Я это опущу. Теперь, почему необходимо поднимать этот вопрос? Для сильно нагруженных зданий, особенно для высоток, для башен, в настоящее время стали применяться буронабивные сваи. Причем большого диаметра, до двух метров в диаметре. И такие сваи, они работают по несколько другой схеме, чем тем, для которых были разработаны методы расчета. Во-первых, свая имеет очень большую изгибную жесткость. Возьмем пример. Значит, свая 30 на 30, да, и свая полтора метра диаметром. Момент инерции в четвертой степени, да, аж четвертой делен на 12. В пять раз у нас разница. В пять четвертой степени 625, да. То есть изгибная жесткость этой сваи в 625 раз больше. А к чему это ведет? К тому, что такая свая работает по длине, на гораздо большую длину включается в работу на 10, 12, даже 15 метров. А свая 30 на 30, расчетная длина, рабочая длина 3-4 метра, не больше. Даже в СП было ограничение, 4 метра, таблица была. Вот в этом вся разница. А раз на такую большую глубину включается свая, значит, большая вероятность изменения характеристик грунта. Разные слои могут быть, они будут по слоям и меньше, и больше. То есть, а линейная зависимость, она никак не учитывает вот эту особенность. Поэтому для этих свай, нижних, необходимо учитывать многословенность основания обязательно. И, как минимум, два метода расчета надо, чтобы можно было посчитать и жесткую сваю, и гибкую сваю. Вот на данном слайде расчетная схема буронабивной сваи большого диаметра по жесткой схеме. Здесь показаны предпосылки основные, основание разбивается на N слоев. Перемещение записывается как пропорционально к в центру постели. Тут формула есть, 12-я. Идем дальше. Ну, здесь что? Задача решается путем соблюдения условия равновесия. Значит, записывается уравнение равновесия, 13-я формула. Затем сопротивление грунта, исходя из тех предпосылок, которые уже были указаны. Затем написано поперечная сила и изгибающий момент для отдельного элемента, для отдельного слоя. И интегрируется в пределах слоя от Бадошвы до его кровли. И после интегрирования и суммирования, суммируем мы получаем, получаем, ну это промежуточные, да, мы, пардон, назад надо. Мы получаем формулу для определения поперечной силы и изгибающего момента, в принципе, в любом сечении сваи. И далее, уже окончательное решение, мы получаем формулу для определения гарзонального перемещения и угла поворота. Причем они имеют как каноническую формулу. Мы имеем нагрузку H0, M0, то есть нагрузка на голову свая, момент и гарзонтальная нагрузка. А дельта вся, это единичные перемещения, которые характеризуют деформацию сваи при единичной H, то есть при, скажем, при одной тонне нагрузки и при одной изгибающей момента 1 тонна на метр, скажем так. Значит, решение получено, и мы можем определить все четыре параметра необходимые. Это горизонтальное перемещение, угол поворота, эпирусгибающих моментов и поперечной силы в свае. Следует уточнить, что задача эта решается в деформационное решение для грунта, а для сваи она решается и уже и по первому предельному состоянию, поэтому нам нужны и сгибающие моменты, и поперечные силы. Другая задача, это расчет гибкой сваи. Расчет гибкой сваи в многослойном основании, это практически нерешаемая задача в рамках тех возможностей, которые были 70-80-е годы. Два известных специалиста пытались решить для двухслойного основания, это СНИТКО из ЯЗОВ, они получили эти решения для двухслойного основания, но получились очень громоздкие решения, но надо сутки сидеть считать, чтобы это получить. Но с появлением метода конечных элементов и компьютеров задача стала решаемой. В данной ситуации предлагается метод решения с использованием метода конечных элементов. Здесь представлена расчетная схема сваи, разбивается на конечные элементы, причем каждому конечному элементу соответствует свой коэффициент постели. Видите, ступенчатый. Далее дается расчетная схема самого одного конечного элемента справа. Далее мы записываем, коротко, конечно, все эти математические подробности я не буду, но базовые вещи скажу. Значит, перемещение головы сваи записываем в виде кубического полинома. Вторая производная, это у нас угол поворота. А затем, подставляя, поскольку четыре степени свободы у этого элемента, верхний и нижний, это перемещение угол поворота и верхнего нижнего конца, подставляя вот х от плюс-минус 1,2, мы получаем вот эти четыре уравнения для перемещения верхнего и нижнего конца и угла поворота то же самое. И поэтому мы можем уже записать в таком виде, уже в матричном виде мы записываем значение перемещения. Ну, тут можно не останавливаться, конечно. Таким образом, матричная формула, формула 27, это общее уже в матричной форме перемещение с учетом тех математических параметров, которые мы получили. А далее мы используем принцип Лагранжи о минимуме потенциальной энергии и записываем потенциальную энергию из двух составляющих. Изгиб сваи и перемещение сваи, то есть давление на грунт, а работа совещаемая, это потенциальная энергия. И принимаем, ну, уже известная формула сопромата, мы принимаем значение m, чему равняется, через перемещение, вторая производная от перемещения. И затем перемещение уже в таком виде, в матричном виде мы можем получить формулу 13. И уже потенциальную энергию, с учетом всех этих данных, мы можем получить 34 формулу, которая учитывает все параметры деформации. Ну, мы из сопромата знаем, вот формула 15, как записывается потенциальная энергия. Пожалуйста, одна вторая, перемещение в квадрате на коэффициент пропорциональности. Это может быть модуль деформации, что угодно. Но в нашем случае коэффициент пропорциональности является матрицей жесткости элемента. Вот она здесь показана. Мы получили матрицу жесткости элемента в результате интегрирования предыдущей формулы. Она состоит из 16 элементов, ну, 4 на 4. И таким образом надо решить общую задачу. Мы имеем матрицу жесткости элемента, мы имеем, значит, вектор нагрузок и вектор перемещения. Вот, как показано. А дальше нам нужно построить вот эту обобщенную матрицу элемента, которая уже содержит в себе все элементы в связи своей. Но поскольку матрица жесткости достаточно сложная, мы берем блочную матрицу из каждых четырех, мы делаем из 16 элементов, мы делаем 4 только. И блочные, вот они показаны. Вот R1, R2, это уже каждая матрица содержит в себе 4 элемента из предыдущей матрицы. Ну и далее остается уже решение. Так, все, заканчиваю. Решение уже, которое, это большого количества уравнений системы. И мы получаем перемещение и угол поворота. Затем, у меня уже времени нет на подробности, мы для середины каждого элемента, мы определяем, вот тут ИТ должно быть везде, МИТ, КУИТ и так далее. Мы определяем изгибающий момент поперечностью, перемещение и угол поворота. Ну, дальше. Если у меня нет времени, я остановлюсь. Если есть у меня минута. Минута, да? Очень важно. Можно получить любое аналитическое решение, красивое, оно действительно, оно очень строгое решение, но всегда в нем есть константы. А здесь константами является что? Коцентр постели. Как его определяется? Вот здесь показаны. Сначала записываем мы, значит, засадку метода местных деформаций, 43-я формула, 44-я это формула Шлейхера, которая учитывает осадка в теорию упругого полупространца. Решаем совместно, получаем формулу 45. Затем учитываем формулы ν, это анизотропия, и ψ это формула, которая показывает зависимость этого коэффициента от диаметра свая. Это действительно так. Ну, учет нелинейности делается интернационным методом, я на нем останавливаться не буду. Ну и результат. Проблема в том, что сваи очень большие, стоимость, испытания таких свай очень дорогого удовольствия. Вот здесь показаны испытания, которые выполнены, было на пристроительстве башни Ахматаур. Я в ней принимал участие, по моей методике вот это все рассчитывалось, и испытания делались. Вот мы получили вот это. Вот смотрите, свая понесла почти 240 тонн, а нагрузка в проекте была до 200 тонн. Горизонтальная. К вопросу, а зачем нужна горизонтальная нагрузка? Вроде как, вот в таких зданиях горизонтальная нагрузка бывает очень большой. Ну и вот показаны на крайнем слайде, расчет по жесткой схеме, расчет по СП и расчет по гибкой схеме, и экспериментальная кривая. Подробности я сейчас уже не буду открывать. Могу сказать, что этим мы сейчас вплотную занимаемся. Аспирант работает. Тема у нас в НИОСПе, я работаю в НИОСПе, тема в НИОСПе имеет место быть. И наша задача выйти на нормативный документ, по крайней мере, по жестким сваям. Ну и что дальше нужно делать? Чем мы сейчас занимаемся? Вот тут вот есть. Так что спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Так, один маленький вопрос. Итак, кто задает вопрос? Я не слышал. А зачем нужны испытания на горизонтальную нагрузку одиночной сваям? У нас они всегда работают в составе группы. То есть там включается массив грунта в работу. И все, скажем, выкладки для одиночной свая, они совершенно не нужны. Они не работают там. Потому что мы одиночные сваи испытывали, железобетонные, 30 на 30. Они на полутора метрах все ломаются. Ну, плюс-минус там 10 сантиметров от грунтовых условий. А массив испытать мы пытались, мы ломали ростверки. То есть у нас там ничего не сдвигалось. Не надо массив и не надо ростверка. Свая работает сама по себе. Вот в большом фундаменте расстояние между с ними минимум 3, 4, 5, 6 метров быть. Так? Расстояние между сваями. А горизонтальная нагрузка, они уже работают как одиночные. Как одиночные работают. Ответ получен. Давайте это самое. Не могу отказать Владимиру Ильичу. Пожалуйста. Почему вы вертикальную нагрузку не имеете в виду? Вертикальную нагрузку у вас горизонтальная нагрузка и момент. А вертикальная? Потому что это отдельный подход. Вертикальная нагрузка в данном случае большой роли не играет. Почему? Конечно, мы знаем, когда свая перемещается, получается там эксцентриситет, это дополнительный момент. Но по нормам, вот в предыдущем еще до СНИПе было написано, допускается перемещение не более 10 миллиметров. Потом мы СНИПа убрали. А сегодня в моей практике, ну, 10-15 миллиметров перемещение сваями, другого поворота, а туда, кверху колонны, это может уже и 15-20 сантиметров быть. Ну, я отвечу просто. Поэтому всего эксцентриситет очень маленький. И влияние вертикальной нагрузки в данном случае можно не учитывать. Да, Альфер Леонидович, мне приходилось рассчитывать ростверк на наклонные сваи. И другое дело. На горизонтальную... Ну, то же самое, там наверху три системы уравнений, три неизвестных, и все довольно просто. В общем, объект построен, стоит уже больше 40 лет. А сваи какие были? Сваи были железобетонные. Нет, а сечение сваи какое было? Круглые сваи. Сечение, диаметр. Ну, я сейчас не помню. Давайте в калуарах вы это обсудите. Я без этого начал. Что для небольшого сечения методика работает, а для сваи полтора-два метра она совершенно по-другому работает. Значит, я хочу сказать, что заканчивая вот нашу секцию, что, во-первых, Владимир Ильич считал на линейке, да? Вы слышали об этом? Логарифмической линейке. Но сейчас у него большая проблема. У него плазунок куда-то исчез. Поэтому он... Приходится считать без линейки. Приходится в уме считать. Поэтому, Владимир Ильич, когда у вас день рождения, мы, наверное, сбросимся на ползунок и купим вам ползунок, чтобы вы продолжали считать на логарифмической линейке. Еще семь месяцев ждать. Хорошо. Коллеги, ну... Я думаю, что... Да, спасибо. Спасибо, что ты здесь. Давайте поаплодируем. Коллеги. Ну, я думаю, что... Ну, я думаю, что... И в четыре часа начнется битва геотехников. Всех желающих и в восемь, и в десять приглашаю на вот эту церемонию, предварительную церемонию битвы геотехников. Особенно репортеров. Спасибо за внимание. Сделаем перерыв, наверное. Минут десять. Десять, да, давайте исследуем. Начнется следующая секция. Спасибо.